Тема нашей сегодняшней лекции «Нужно ли образование ребенку раннего возраста?» Мы хотели бы сразу пояснить, почему такая тема сегодня нам представлена. Она нас волнует потому, что сейчас в Москве идет очень активный процесс объединения дошкольных учреждений и школ. Сам по себе этот процесс имеет много положительного, и мы сейчас об этом говорить не будем. Но дело в том, что в этом объединении предполагается присоединение к школе детского сада, но детского сада, который начинает работать с детьми с 4 лет, с 4 и даже с 5 лет. То есть тех детей, которые пойдут в школу, они предположительно уже готовятся к школе. А дети до 3 лет остаются без внимания в этой системе. Нельзя сказать, что совсем без внимания, потому что где-то остаются ясельные группы, где-то организуются для детей этого возраста какие-то мероприятия. Но все чаще звучит вот такая фраза. А зачем ребенку такого маленького возраста, зачем ему образование, и зачем вообще тратить на это силы педагогов, когда в этом возрасте нужен просто уход, присмотр за ребенком, чтобы он был здоров, чтобы удовлетворялись все его витальные потребности. И, в общем-то, достаточно. А вот когда пойдет период подготовки к школе, вот тогда с ним и надо будет работать. Ну и нас, как педагогов, это очень волнует. Поэтому мы хотели сегодня и разобраться в этом вопросе, посмотреть на то, что действительно ли, правомерно ли вообще ставить так вопрос, ставить такой, поднимать вот так, или, вернее, отводить эту проблему от детей раннего возраста. Но, наверное, прежде должны мы поговорить о том, что такое образование, для того, чтобы мы на одном языке разговаривали со слушателем. Да, что такое образование? Образование, чтобы охарактеризовать образование, надо раскрыть три понятия – развитие, воспитание и обучение. И надо сказать, что вот такую характеристику развития, что такое развитие, мы берем у классиков отечественной психологии, у Сергея Леонидовича Рубинштейна, который определил развитие как не только рост, но как и изменения, и кардинальные преобразования в развитии. И, естественно, что в этом развитии значительное место занимают и биологические предпосылки, такие как наследственность или врожденные особенности, сложившиеся в результате утробного развития ребенка. Но, тем не менее, и наука, и практика доказывают, что даже если, учитывая эти особенности, и не всегда положительные, с чем приходит ребенок в мир, но правильно простроить социальные условия, обеспечить его соответствующим воспитанием и обучением, то можно добиться очень хороших результатов. Можно что-то скорректировать в развитии ребенка. Развитие, воспитание и обучение очень долго понимались как? Через запятую. Ребенок развивается, ребенок воспитывается, ребенок обучается. Впервые Сергей Леонидович поставил правильные акценты. Ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь. Именно благодаря воспитанию и обучению он входит в мир общечеловеческого опыта, в мир культуры, который создан человеческим обществом. И чем раньше мы начинаем ребенка обучать простейшим действием, простейшим способом деятельности, разных деятельностей, и речевой, и предметной, и самообслуживания, тем эффективнее он развивается. То есть доказано, что благодаря обучению в более кратчайший срок можно ребенку дать представление о внешнем, об окружающем мире, о способах деятельности и повлиять эффективно на его развитие. Поэтому современное представление об образовании заключается в следующем. Оно дано федеральному государственному образовательному стандарте дошкольного образования, которое принято в 2013 году. Образование – это единство развивающих, воспитательных и обучающих целей. Естественно, что в таком понимании определения образования закономерно говорить об образовании детей раннего возраста. И мы сегодня вам попытаемся доказать, что это не только планомерно осуществлять такое образование. Дети очень остро нуждаются, современный ребенок остро нуждается в такого рода образовании. Но, естественно, на пути решения этой проблемы очень много представлений, живучих представлений о ребенке, которые складывались в течение тысячелетий, и которые рассматривают ребенка, особенно первого года жизни, как существо, которое дозревает после развития в утробе матери. То есть отождествляют жизнь ребенка первого года с растением. Поэтому, естественно, и акцент, и педалирование именно ухода за ребенком. Как растение нуждается в уходе, чтобы вырасти, так и ребенок. И поэтому все внимание уделяется таким вопросам, как гигиенические процедуры, организация кормления ребенка, сна и так далее. Все это очень важные проблемы, если говорить о ребенке первых лет жизни. Но если останавливаться только на этом, то вряд ли можно воспитать человека, субъекта, активно воспринимающего окружающий мир, познающего, чувствующего и так далее. Поэтому остановиться на этом никак нельзя. Да, но при этом бытует такое представление о том, что ребенка нужно воспитывать с первых дней, вот как он родился, с первых дней его нужно воспитывать. Что это очень важно. И вы, наверное, помните, как у Макаренко спрашивали моему ребенку уже 10 дней, а когда мне начинать его воспитывать? И он сказал, вы опоздали ровно на 10 дней. Ну так вот, мы позволим себе не согласиться с Макаренко в данном случае, потому что начинать не воспитывать, а думать о том, что происходит с ребенком, еще тогда, когда он находится в утробе мамы. И как не безразлично должно быть, то как проходит беременность, насколько она спокойна, насколько мама готова воспринимать красивый мир, насколько она готова слушать музыку. И, кажется, слушает мама, но слушает и зародыш. И он уже приходит в этот мир. Нельзя сказать, что он приходит с социальным чувством, так сказать, слушания музыки, но реакция у него обязательно уже есть на это. И, кроме того, вообще происходит очень раннее развитие, развитие нервной системы. Сердечко начинает биться очень рано у ребенка, и он начинает реагировать на состояние мамы. И вот это его реакции, они отражаются на ребенке, они закладывают в нем что-то или отрицательное, или положительное уже потом в социальном мире. Поэтому не обратить внимание на это нельзя. И вот сейчас, в наше современное время, появилось довольно много исследований, изучающих пренатальное развитие ребенка. То есть нельзя считать, что вот родиться, а до рождения как будто его не было. С самого первого момента, с зарождения ребенка, а я бы сказала, вообще даже с мысли о том, что будет у нас ребенок, уже начинается его взгляд на него, как на человека, и создаются все условия для этого. Поэтому мы, конечно, сегодня не будем говорить о пренатальном развитии, но мы хотели бы, чтобы вы поняли, что этот этап в жизни человека очень важен, и он не безразличен не только чисто с физиологических позиций, не только с позицией того, с каким наследством придет ребенок в эту жизнь, но и для его социального развития тоже очень важно. А вот когда ребенок уже родился, вот тогда начинается все то, о чем, что более изучено, и о чем многие ученые говорили. Вот начинается... Вы что-то хотели дополнить? Да, конечно, обязательно дополнить. Да, природа мудро подготовила ребенка во время утробного развития к жизни вне утробы матери. Но, тем не менее, она не наделила его той суммой инстинктов, как детеныша животного, которые позволят ему приспособиться к этой жизни. Но зато эта же мудрая природа одарила его такими свойствами, которые делают его чрезвычайно восприимчивым к воспитательным и обучающим воздействиям взрослых. Ну, какие это особенности? Это, прежде всего, конечно, пластичность высшей нервной деятельности и психической жизни, когда каждое воспитательное воздействие оказывает какой-то след на развитии ребенка. А если они повторяются, эти воздействия, то закрепляются привычки, как отрицательные, так и положительные могут быть, и формируется качество личности. Это необыкновенная подражательность ребенка, благодаря которой он усваивает огромное количество представлений об окружающем мире, об отношениях людей, учится сам действовать и так далее. Это внушаемость, о которой иногда забывают родители, потому что внушить ребенку можно и хорошее, и плохое. И очень часто внушают ребенка отрицательный образ себя. Ты неумеха, ты такой, ты сикой. И тем самым тормозят его развитие. Но учитывать внушаемость, конечно, надо. Ну и, конечно, его огромная эмоциональность, эмоциональная сфера, которая, по выражению, Выгодская является базисом развития личности ребенка дошкольного возраста, она проявляется и в данном возрасте. Ну и, наверное, все-таки высокая обучаемость. Да, высокая обучаемость. И все высокая обучаемость, которая приходит сюда. Да. Которая вообще очень интересна потом, когда человека сравнивают с животным, вот только родившегося человека, то здесь очень хорошее доказательство этой обучаемости. Потому что, к примеру, американцы проводили такой эксперимент. Они брали цыпленка, только что вылупившегося из гнезда, который выходит из яйца, который выходит из яйца способом расколол яйцо и вышел, скорлупу расколол и вышел. И его тут же помещали в другое яйцо. Очень слабенькая оболочка, такая, которую очень легко разбить. Но цыпленок этого сделать не мог. У него заложено такое действие один раз только. И всё. И больше он уже не смог им воспользоваться. А человек, да, он не обладает такой способностью, но он обладает способностью обучаться. Всё, что он делает, у него оставляет в нём след, и он может это повторить. Это очень такие характерные черты. Наверное, поэтому у ребёнка, у ребёнка человеческого длинное детство в сравнении с животными, у которых детства может быть даже вообще отсутствовать практически. Он только родился, маленький телёнок родился и сразу становится на ножки. И сразу же ещё пошатываясь, но всё-таки он уже идёт. А ребёнку для того, чтобы он встал на ножки, нужен целый год для этого. То есть вот эти особенности, они очень важны, очень интересны. Да, и ещё одна очень важная особенность – это зависимость ребёнка, начиная с утробного развития и первые годы жизни от взрослого человека, от его поведения. От его, прежде всего, от взрослого человека, но мы подразумеваем, конечно, прежде всего мать, которая удовлетворяет его потребности, насколько она удовлетворяет его потребности, защищённости, любви, признания, в новых впечатлениях, в двигательной активности и так далее. Вот эта зависимость от взрослого определяет особую роль образования в раннем возрасте. Ну и вот, когда уже человек родился, то учёные стали думать над тем, что нужно вообще установить какую-то периодизацию человеческой жизни в целом. И это очень интересно с позиции сегодняшней нашей темы, потому что периодизация, можно распределить её по годам, можно распределить её по каким-то особенностям. Ну, допустим, Блонский говорил, что можно в основу периодизации положить развитие зубов у человека. Беззубый период, период первых зубов, потом период основных зубов и так далее до старости, когда уже снова получается беззубая старость. Но очень интересен на этом фоне ранний возраст, потому что первый год жизни нельзя дать в один период. он невольно делится на шесть периодов. Вот мы представляем вам эти шесть периодов развития ребёнка. От рождения 21 период новорождённости, потом с трёх до недель, до трёх с половиной, с трёх с половиной до шести, с шести до девяти, с девяти до двенадцати. И это особый период со своими новообразованиями. И не напрасно, нельзя объединить сразу всех и сказать, потому что ребёнок только что родившийся и ребёнок в год – это два большие разницы, это два человека совершенно с новыми способностями. Вот сейчас мы и хотим разобрать каждый из этих периодов с позиции того, что он даёт этот период в жизни человека. Вопрос, я не знаю, как вопрос. В период новорождённости. Можно сразу, если есть вопросы, пожалуйста. Светлана Акимовна и Татьяна Абрамовна, вы говорили о иноследственном факторе, и факторе матушки природы. Вот в отношении слушания музыки Судзуки, например, считает, что с самого рождения ребёнку нужно давать Моцарта, а вовсе даже не колыбельные. Как вы думаете, этот фактор объясняется тем, что эстетическое воспитание в Японии – это просто особое врождённое такое, которое есть и у взрослых, и, видимо, передаётся? Почему мы это не повторяем? Или всё-таки это очень индивидуально? Спасибо. Ну, я не знаю, сейчас... Ну, Татьяна Абрамовна сама ответит. Ну, мы будем назначить быть. Да, но я хочу сказать, что я думаю, что это связано, во-первых, это связано с культурой народа, мне кажется. А во-вторых, это связано с тем, что как ребёнок, к какой мелодичности в музыке он привык в утробном развитии. в утробном развитии и слушание колыбельной песни – это настрой, эмоциональный настрой ребёнка, и он ему поддаётся этому эмоциональному настрою, и он слышит его, и он на него реагирует. Хотя надо сказать, что дети вот на одном из... ну, может быть, на втором этапе уже от трёх до месяцев, они уже слушают хорошо и классическую музыку. хорошо слушают классическую музыку, ту музыку, которая соответствует их ритму, их жизненном, биологическому ритму их жизни. Вот мне кажется, это так. Но вообще, это культура народа, мне кажется. Так, далее мы остановимся на характеристики каждого периода, да? Чем характеризуется каждый период? И начинаем мы с период новорождённости. Родился ребёнок, это первое, три недели жизни. И первое, это значит кризис рождения. Кризис рождения. Потому что это, Вигоцкий назвал это первым кризисом рождения, потому что меняется, кардинально меняется социальная ситуация условий жизни ребёнка. он попадает совершенно в другие условия. И это не может не воздействовать на него и не может не вызвать какие-то реакции. При этом, конечно, то он был в утробе матери, он был в оболочке, в закрытом, так сказать, месте, а теперь он становится вот в этом большом социальном мире. Тут даже чисто природное окружение, оно совсем другое. Но дело в том, что мама к этому готова должна быть и должна обеспечить ребёнку такой вот переход от пренатального к посленатальному развитию, после рождения. Существуют вообще разные подходы к этому, как это сделать. И существует, допустим, такое сейчас в наше время такой эксперимент, который делают родители над своими детьми. Роды в воду, когда ребёнок, когда мама рожает в воде. И считается, что это очень хорошо, потому что не так остро будет проходить кризис, потому что он из водной среды переходит в водную среду. Но при этом, не знаю, этот вопрос ещё вообще-то изучается, но всё равно существует очень много тревоги по поводу вот этого эксперимента. Не только для здоровья мамы, не только, и мы говорим сейчас с позиции ребёнка, но для ребёнка он рождён для того, что он не человек-амфибия, ребёнок. Он рождён для того, чтобы жить вот в этой жёсткой среде. И поэтому его кости должны к этому приспособиться, и они должны быстро окрепнуть для того, чтобы он потом нормально жил, для того, чтобы он мог ходить потом спокойно. А вот помещение его сразу в водную среду, и потом долго ещё его там учат плавать, есть даже теории такие, что раньше плавать, потом ходить, всё это. Но это всё приводит к тому, что образуется утончение кости, и очень большая вероятность того, что будут ломаться потом кости. Ребёнок подвижный, он начнёт потом двигаться, и у него уже предрасположенность к поломке кости на ногах, руках и так далее. Есть такие лазуревские зоны пустоты, которые образуются в кости, то есть это такие почти пустоты, почти как ямы в костях, которые в общем ослабевают кость, и она легко ломается от этого. Поэтому на мой взгляд не надо экспериментировать с этим. Природа создала ребёнка таким образом и создала такие роды естественные, которые должны быть. Вот они и должны происходить. А кризис, да, конечно, его можно смягчать тем, чтобы помещать ребёнка в тёплое одеяние какие-то, пелёнки тёплые, одевать его, создавать для него условия комфортные для жизни, но не резкие, не такие, о которых сейчас идёт речь. и поэтому вот эти его первые, когда он родился, вот его первые функции, первые безусловные рефлексы, которые должны возлекать, которые нужно запустить правильно, нужно запустить их. Почему очень важно, чтобы ребёнок сразу закричал? Если он не кричит, его даже пошлёпать можно, чтобы он закричал, потому что он должен вдохнуть воздух в лёгкие, а не для того и существует, но они не действовали, когда он был в трубе матери. Он должен, нужно сделать так, чтобы у него сосательные рефлексы начали работать, поэтому для этого нужно просто прикоснуться к губам кончик, уголков губ, и он начинает сосательные движения делать. Всё это обязательно нужно, чтобы было. у него есть и атовистические, и жизненно необходимые безусловные рефлексы, но атовистические, те, что пришли к нему, и их очень легко проверять, они тоже очень важны, конечно, потому что когда ребёнку на его стопу, до его стопы дотронешься пальцем, он сжимает пальчики, наоборот, выгибая стопу, или на ладошку, дотронетесь до ладошки, он сжимает руку. Это всё относится к этим рефлексам безусловным. Но и это всё должно иметь место, всё должно вовремя начинать работать. Функционируют анализаторы слуховой, зрительный, тактильный, обонятельный, вкусовой, хотя, конечно, проверить, включились ли они, работают ли они, нужно в первые дни жизни, потому что очень часто мы запускаем какие-либо особенно слуховой зрительный анализатор, поэтому это надо проверять. Но надо сказать, что сегодня опровергнута точка зрения о том, что ребёнок в первые месяцы вообще, в первые дни не слышит, что он видит всё вверх тормашками и так далее. Функционирует нормально, как у человека. Обладает зачаточными формами психики, из которых развиваются высшие психические функции человека. Но надо сказать, что родился ребёнок, мы его принесли из родильного дома, и единственное проявление его активности это кряхтение, крик, беспокойные движения, но эти все его движения они в никуда, он никому ещё не обращается, хотя взрослый, конечно, на них не реагирует. Но уже через неделю он начинает следить за предметами, за движущимся предметом, потом смотрит лицо матери, потом происходит контакт глаз в глаз, взглядов, да, вот это контакт, это начало общения, это начало общения, ребёнок уже готов к тому, чтобы контактировать со взрослым человеком, он уже воспринимает взрослого, поэтому и если его правильно воспитывают, то в конце этого периода он одарит маму социальной улыбкой, не гастрономической улыбкой, когда его покормили, и у него довольная гримаска на лице, а именно социальной, как радость от общения с мамой. Движение ребёнка. Движение, да, у него хаотичное движение, но хаотичное с позиции взрослого человека, движение, которое, как будто бы он ими ничего не делает, вот просто у него ножки и ручки двигаются. Но они ему необходимы. Да, но это необходимо, потому что ребёнок упражняется, как бы, он этого не понимает, естественно, но он упражняется в движениях, и это очень важно, поэтому вот то, что всегда у нас было, когда туго пеленали ребёнка, то это вообще-то задерживало его развитие, хотя считается, что вот у него будут ровненькие ножки, если его туго пеленать и так далее, но мы сдерживали движение ребёнка, а это плохо, ему нужно давать возможность. У него очень маленькая граница между сном и бодрствованием, он больше спит, чем бодрствует, но каждый период бодрствования вот в этот период новорождённости нужно активно использовать, нужно активно с ним заниматься, нужно зажигать свет, выключать свет, для того, чтобы анализаторы все работали, нужно давать музыку или какие-то звуки давать ему слушать, потому что в этот период очень важно определить, что не работает, потому что это мы ещё не знаем точно, но и кроме того просто эмоционально насыщать этот период, эмоции для ребёнка это в общем всё, всё в его жизни, поэтому вот этот период, эти первые 21 день очень важны для ребёнка, ну а дальше у нас идёт, да, от трёх недель до трёх с половиной месяцев, уже следующий период, когда у ребёнка если в первом периоде только компоненты общения сложились, то здесь уже появляется потребность в эмоциональном общении, и потребность это, что значит потребность в эмоциональном развитии, это потребность во внимании, в заботе, в ласке и так далее, то есть это первая социальная потребность, которая начинает активно развиваться, и если ребёнку посчастливилась и около него хорошие взрослые окажутся всю его жизнь, то на протяжении всей жизни эта потребность только укрепляется видоизменяясь, но закладывается она именно в раннем возрасте. И вот именно здесь начинает зарождаться чувство защищённости, Эриксон его назвал таким образом, чувство защищённости, без которого ребёнку нельзя жить. У него обязательно, вот то, о чём говорит Татьяна Абрамовна, что вот его лаской нужно вот это чувство создавать эмоциональным положительными эмоциями, которыми мы его окружаем, оно рождает вот это чувство защищённости, из которого потом будет вырастать эмоциональное благополучие, без которого вообще человеку жить-то невозможно. И закладывается основа привязанности к тем взрослым, которые его окружают, которые его воспитывают. Ну, конечно, идеально, если эта привязанность в отношении мамы формируется. Привязанность вообще очень важная вещь, потому что чувство привязанности даёт ему чувство общности с близким человеком, с одной стороны. С другой стороны, чувство привязанности его делает более уверенным в этой жизни, в этой защищённости, о которой Светлана Акимовна говорила, защищённость, преодоление страха, всё связано, если он привязан, если есть кому-то привязанность. Но, к сожалению, не обязательно к матери это бывает, привязанность, а к тому, кто больше за ним ухаживает и кто проявляет к нему вот это эмоциональное расположение в первую очередь. Развитие зрительного и слухового сосредоточения. Тоже очень важный момент, потому что это начало познания окружающего мира, когда ребёнок задерживает свой взгляд на каких-то предметах или сосредоточивается на звуках, всё это способствует познанию окружающего мира. Это начало получения информации, это важнейшая человеческая потребность, и она начинает реализовываться в этом возрасте уже. Следующее это голосовые реакции гуканья. Все слышали, любой ребёнок будет гукать, хыкать, даже если у ребёнка с поражением слуха, он будет произносить эти звуки, потому что эти звуки это не как подражание звукам, которые он слышит в окружающей среде, а это как тренировка артикуляционного аппарата только лишь. И потребность движения. Потребность движения. Вот мы говорим, моторная сфера держит головку, мы прекрасно знаем, чтобы он держал головку, его надо брать на руки, его нужно держать в вертикальном положении, его нужно носить по комнате, знакомить с окружающим, тогда он действительно будет держать головку. То же самое лежит на животе, это тоже, кажется, подумайте, лежит на животе, но для маленького ребёнка, когда он лёг на живот, да когда ещё потом он начал подниматься на локтях, приподниматься, расширяется окружающий мир, то есть взор охватывает значительно больше предметов, всё это способствует, естественно, познавательному развитию ребёнка, не только физическому, но и познавательному. Ну и вот здесь вот как раз когда он лежит на животе, мы делаем, помогаем ему делать определённые какие-то передвижения в его пространстве, когда мы кладём игрушку и держим его ножки, подталкиваем его, и он пытается ползать. Конечно, это никакое не ползание, но это уже передвижение какое-то, которое тоже расширяет его кругозор, и очень важно, потому что вообще моторика, вообще движение и физическое развитие для ребёнка раннего возраста чрезвычайно важно, оно тесно связано вообще с любым другим развитием ребёнка, и с умственным, и даже с эстетическим, и с началом нравственности, всюду движение вот оно лежит в основе, очень во многом связано. Да, функции движения в раннем возрасте значительно шире, чем в более старшем возрасте будут. Ну и, наверное, вот уже к 3,5 месяцев он уже может глазами удерживать предмет в поле внимания и захватывает предмет руками, но ещё неосознанно тогда, когда предмет ему попадается в руки, мимо него проходит, и он может его случайно схватить и держит его очень крепко. Это тоже вообще вот это движение у ребёнка в кулачок, оно очень крепкое, он даже может свой вес выдержать, если его поднять на этом его кулачке. Это тоже относится к атовистическим его функциям. Ну, то есть вот этот возраст, вот уже мы дошли до 3,5 месяцев, и мы видим, что вот эти два периода отличаются друг от друга, они идут по линии накопления, развития, но по определенным в общем-то направлениям. Физическое развитие, речевое развитие, предпосылочки пока ещё, и в целом эмоциональное развитие идёт по спирали, и это очень важно понимать. Ну, а следующий возраст, да, 3,5-6 месяцев, но здесь уже к 6 месяцам ребёнок, мы с ним разговариваем уже почти как со взрослым, всё объясняем и мы говорим, потому что очень большой скачок он делает в развитии, но он начинает уже избирательно относиться к окружающим взрослым, конечно, к окружающим взрослым, более эмоционально принимая тех, кто оказывает ему такое же эмоциональное, проявляет по отношению к нему такое же эмоциональное отношение, это вполне закономерно. В этом возрасте этот возраст называют возрастом развития моторики руки, да, потому что захватывает игрушку, он уже начинает переворачиваться с руки на ноги, на животик, на бок, меняет своё положение в пространстве и часто достаточно самостоятельно это делает, ну, если мы его немножко стимулируем к этому. но особенностью этого возраста является то, что появляются уже вот эти подготовительные этапы к развитию речи, когда ребёнок начинает подражать звукам речи, которые он слышит, но, естественно, его современного ребёнка окружает такая богатая звуковая палитра, что всё не выделить оттуда, и поэтому специально, если мама не наклоняется к ребёнкам, не произносит над ним согласные, и сочетание гласных-согласных звуков и так далее, вызвать у ребёнка вот эту голосовую реакцию бывает очень трудно. Вот здесь подражание у ребёнка проявляется уже в речевом развитии, это очень важный момент. Здесь, наверное, надо сказать, что ребёнок, конечно, ещё речи не понимает, он ещё не понимает тех слов, которые ему говорят, потому что слова – это всё-таки символика определённая, но он очень активно и ярко реагирует на интонации, на то, с какой интонацией разговаривает с ним взрослый. И здесь может быть даже до смешного, можно говорить ребёнку какие-нибудь очень плохие слова, но с хорошей интонацией, и он будет в ответ вам улыбаться. И наоборот, можно ему говорить очень ласковые и хорошие слова, но с такой сердито интонацией, и он может даже заплакать. То есть он реагирует только на интонацию, на интонационную сторону речи. Это вот музыка речи, это вот то, что он захватывает и что он потом будет передавать, когда он начнёт говорить без акцента на своём языке. Это вот очень важный момент. Поэтому, когда мы с ним говорим на двух языках сразу, допустим, то ребёнок их воспринимает, и тот, и другой язык он воспринимает в этом возрасте, но через интонационную сторону. А потом уже он будет разделять их на два языка, пока интонация очень важна. Ну и здесь, конечно, зарождается вот это вот... В это время многие родители пытаются уже ребёнка сажать. Шесть месяцев считают, что ребёнок уже может сидеть. Его обкладывают подушками, и он в подушках сидит, и кажется, что уже всё в порядке. Но с этим нужно быть осторожным, потому что сидеть ребёнок начнёт, наверное, самостоятельно уже сидеть, он начнёт позже, месяцев семь-восемь, он уже будет сидеть самостоятельно. А в это время он ещё может сидеть, в отдельных случаях отдельные дети могут сидеть, но искусственно заставлять его сидеть не нужно, в этом нет необходимости. Но потребность у ребёнка принять другое положение, чем просто в лежачем состоянии у него уже есть. Поэтому его надо брать чаще на руки, ходить с ним, показывать ему всё, чтобы он вот на руках он как будто сидит у мамы, и он рассматривает, он видит мир, понимает его, познаёт, и это очень важно. Но садиться он будет позже. Но вообще в том, что он начал смотреть уже на игрушки, в том, что он начал их хватать, выделять, до них дотягиваться, это зарождение предметной деятельности. Вот мы не сказали ничего об общении, это, наверное, нам надо об этом поговорить ещё. Общение как первая деятельность, кажется, ребёнка, оно будет всю жизнь его сопровождать, будет меняться по своему характеру, но на первом месяце это очень важно. Но второй деятельностью ребёнка является предметная деятельность. И вот она здесь начинается с того, что он уже умеет сосредоточиться на предмете и умеет удержать предмет. Да, и в связи с этим, что взрослый занимается с ними предметами, меняется его взаимоотношение со взрослым, меняется. Он уже не удовлетворяется только игрой в одни ворота, когда он взрослый что-то ему показывает, объясняет, он начинает требовать от взрослого взаимодействия, призывая его жестами, движениями, звуками различными, вызывая его на общение, вызывая на общение. Это новое, что появляется в этом возрасте. Ну, рассвет, конечно, этого будет уже в следующем периоде. Но для общения со взрослыми очень важно воздействовать на взрослого, чтобы побудить его к общению. И развитие зрительного слухового анализаторов. От 6 до 9 месяцев здесь, конечно, очень большие изменения. Но, во-первых, развитие движения. Да, ребенок очень часто сажают и до 7, и до 6, и до 5 месяцев. Но статичное положение ребенка в силу того, что его еще скелет не окостенел, оно ему вредно. Поэтому важны те действия, которые побуждают его именно активность, двигательную активность. И с этой точки зрения наиболее целесообразно бывает обучение ползанью. То движение, которое сегодня современные дети практически проскакивают. Они сразу начинают ходить, сидеть и так далее. А ползание проскакивает. Почему? Да потому что, во-первых, ползанию надо обучать ребенка специально. У него есть попытка, он встает на четвереньки и подталкивать его сзади, чтобы он полз. Клазь перед ним игрушку, чтобы он к ней доползал. И самое главное, что простор должен быть. В наших квартирах вдруг места для ползания детей не оказалось. Ну а в учреждениях, в воспитательных учреждениях там в манеже особенно не поползаешь. Движение очень хорошее. Оно в основном нужно, это движение ползания нужно прежде всего для улучшения кровоснабжения мозга ребенка. Потому что как он ползает, наклоняется, опять поднимает голову. Это очень важное движение. Ну и, конечно, он уже встает. Многие дети уже в этом возрасте за ручку переступают, ходят, встает, переступает, держась за какую-то опору и может сам садиться. Что значит сам садиться? Он может сам садиться, когда он выйдет из этого положения. Он сел, поиграл, он устал, он на бочок перевернулся, на животик вышел из этого положения. Тогда это движение, это положение считается целесообразным, нужным и целесообразным. Активное манипулирование с предметами открывает их свойства. Активное манипулирование. Ребенка этого возраста зовут хватайка. Хватайка. И те, кто воспитывал детей этого возраста, прекрасно помнят все, что он увидел, где бы он не увидел. Схватить, посмотреть. Но движет им чисто любопытство. То есть тип общения с предметами, что это такое, что это такое. Любопытство явно на лице. Попробовать. И поэтому способы общения с этим предметом, они однообразны. попробовать в рот постучать, выбросить и так далее. То есть они не специфические действия еще с предметами. Но, тем не менее, они очень важны. И уже ребенок, поскольку он стал передвигаться сам в пространстве и ползает, и садится, и выходит из положения, то он стал более свободен в использовании предметов. То есть не тот предмет, который ему дали играть. Он может сам до чего-то достать, дотянуться если лежит предмет на кроватке, он может скомкать простынку и дотянуть до себя эта игрушка. То есть очень изобретателен в приобретении этих предметов для того, чтобы с ними манипулировать. И поэтому ведущим видом деятельности становится именно манипуляция с предметами. Она приходит на смену деятельности эмоционального непосредственного общения. Это первая деятельность общения, описала Майя Ивановна Лисина. Здесь приходит на смену ведущий вид деятельности. Он требует и другого взаимоотношения со взрослыми. другого взаимоотношения со взрослыми. И взрослый должен показать, как действовать с предметами, раскрыть их особенности этих предметов. Ну и конечно... Да. И очень важно в это время развивать на этом фоне действия развивать эмоциональную сферу. продолжать развивать эмоциональную сферу. Но эмоциональная сфера развивается им уже можно играть с ним в прятки, к примеру, взять платочек, спрятаться за него. Где? И он реагирует на это. Он радуется, когда вдруг увидел снова лицо мамы. Это очень важно для эмоционального такого хорошего состояния. А вот что касается ведущей деятельности, предметно ведущей деятельности, да, безусловно, это здесь продолжает развиваться, но закладывается и уже в большую меру развивается на втором, на следующем этапе, когда у ребенка появляется вот такая пытливость, хочу узнать, что это такое. Что это такое. Но это будет несколько позже и очень важно. Этот этап называется спонтанно исследовательским, ситуативно исследовательским, когда ребенок себе не ставит цель исследовать, он просто встретился с чем-то и он хочет знать, что это такое, и начинает с ним действовать. А вот для взрослых очень важно, чтобы ребенок, беря в руки предмет, узнавал его назначение. Зачем этот предмет? Зачем чашка? Зачем ложка? Зачем тарелка, игрушка и так далее? Это очень важно. Прямое назначение предметов. То, что потом мы от этого будем отказываться, когда у него уже в более взрослом возрасте будет появляться игра, и там нам важно, чтобы он пользовался предметами-заместителями, которые как раз предполагают замену назначения и замену функции. вот здесь это очень-очень важно, чтобы он точно знал, будем пить молочко, откуда возьмем, из чашечки, и чтобы он ее называл. В случае, если ребенка обучают специально, то он начинает лепетать, он начинает лепетать. Но здесь, конечно, важно, чтобы взрослый произносил над ним различные слоги, подпевал ребенку, когда ребенок сам начинает произносить, то есть такая игра в перекличку. Ребенок начинает, взрослый продолжает, ребенок продолжает, взрослый. То есть совместная деятельность такая в развитии речи, она совершенно необходима. И, конечно, этот возраст, это интенсивное развитие понимания речи. Понимание речи. Ребенку можно уже очень много объяснять, сейчас пойдем гулять, он уже смотрит на свое пальтишко, сейчас будем кушать, и он уже тянется к кухне. То есть ребенок очень хорошо начинает уже понимать вот такую бытовую речь, если она дается в определенных ситуациях, в определенной ситуации он уже достаточно хорошо ее понимает. Ну, и на следующий этап, потому что нам надо чуть-чуть быстрее. Если, а если вот ребенок в этом возрасте ничего этого не имеет, не общается со взрослым, прежде всего, и взрослый не принимает участие в развитии его потребностей, потребностям и в новых впечатлениях, и потребности в общении и так далее, то развивается так называемый госпитализм, то есть это синдром психической и физической отсталости. Казалось бы, подумайте, с ребенком не общаются, а синдром и физической и психической отсталости. В условиях дефицита общения, недостаточно общаемся, причем это необязательно, что это какая-то неблагополучная семья. Сегодня очень много молодых мам, которые по-деловому ухаживают за ребенка, отстраненно ухаживают за ребенка и считают, что общаться с ним совершенно необязательно. И появляется вот этот синдром госпитализма. позже развивается речь, движение, естественно, вот то, что мы говорим, это среднестатистические показатели, когда что развивается. При госпитализме все это развивается значительно меньше, эмоциональная обедненность, навязчивые движения, он может сидеть, он все, что не увидел, тянет в рот и живет это, и пеленку, и свой носок, и так далее, и раскачивание, и так далее. То есть первым описал это вообще это явление описал первый французский психолог Ринн Спиц в 40-е годы нашего века, во время Второй мировой войны, когда собрали в лечебное учреждение детей, лишившихся матери, создали им идеальные условия в плане ухода, чистоты и так далее, а потом не могли понять, почему они болеют, и почему они так отстают в развитии, и даже погибают, от этого даже можно погибать. А изучено это явление Николаем Матвеевичем Щеловановым, оно очень подробно описано, что это такое. Но при этом все-таки я хотела бы подчеркнуть, что Щелованов говорил о том, что госпитализация начинается и проявляется тогда, когда у человека не хватает вот этих контактов с человеком. И он говорил при этом, что неважно, мама это или не мама рядом с ребенком. Важно, чтобы были эти контакты, важно, чтобы было вот это вот воспитание, дефицит которого компенсируется. Но мне кажется, что все-таки важно, чтобы была мама, важнее, чтобы была мама, потому что мама наряду с тем, что она покажет, как делать и что делать, она еще в каждое движение свое вложит свою любовь к ребенку. И он чувствует эту любовь. И вот эта ниточка связи, о которой говорил еще Зигмунд Фрейд, о том, что ребенка в первые полгода мама вообще не должна отпускать от себя, она должна быть постоянно с ним, но уж в это время конечно тоже очень важно. Но в целом, конечно, госпитализация исключается только тогда, когда есть весь комплекс воздействия на ребенка. Да, и не проходит бесследно. И в линии госпитализма для развития человека не проходит бесследно. Вот американский психолог Беррис, он специально изучал взрослых людей, 38 человек согласились участвовать в эксперименте, из них только 7 соответствовали норме развития, только 7 человек. Поэтому это не такое безобидное явление, как нам иногда кажется. развитие от 9 до 12 месяцев. Это очень важный этап, потому что здесь у ребенка начинается прямохождение. Вот это новое образование очень важно. Когда он встает на свои ножки, он стоит сначала очень устойчиво, потом начинает передвигаться, держать двумя руками, а потом начинает делать первые шаги и очень многие дети уже в 10 месяцев начинают ходить, но, как правило, вообще по стандартам 11-12 месяцев и он уже ходит. Что значит ходит? Это значит, что он расширил для себя пространство, он расширил для себя возможность познания мира, потому что ему не надо просить, чтобы кто-то ему пришел и его подвел или поднес к какому-то предмету, он может сам до него дойти, он на него посмотрел, увидел и пошел к нему. Ему захотелось двигать, открывать ящики беспредельно и пусть он это делает, и это очень хорошо, он от них перейдет к другим ящикам. И маме, и папе, и всем, кто рядом с ребенком, нужно помнить о том, что это период очень большой активности ребенка, и сдерживать эту активность нельзя, нужно наоборот создавать условия для того, чтобы эта активность была. Потому что если мы сдерживаем, если мы не даем, то мы задерживаем развитие ребенка, конечно. У него начинаются первые слова, которые он уже сам начинает произносить. То есть он уже начинает понимать, что слово что-то такое несет. Слово воздействует на взрослого человека, и он его усваивает. Но говорит он, конечно, по-разному при этом. Ниже скажем. Что говорить пока? Об этом ниже будем говорить. Так, качественные изменения в деятельности с предметами. Вот совершенно качественные изменения, потому что он соотносит действия с предметами, предметы между собой. Он может нанизывать кольца на толстый шнур, на стержень пирамидки. Он может очень любит открывать и закрывать крышки у коробок различных, складывать мелкие игрушки в ведерко и так далее. Соотносят действия. Это очень важный момент, но где-то приблизительно в 10 месяцев появляются так называемые функциональные действия, когда ребенок начинает пользоваться предметами так, как это делают взрослые. И если ему дали расческу, он начинает расчесываться. Расчесываться не так, как раньше, он ее грыз, сосал, а он начинает пытаться расчесаться. Если ему дали машинку, раньше он ее гремел и тоже на зуб пользовал, теперь он начинает ее катать. То есть функциональные действия, действия, соответствующие реальному предотвращению предметов. Это очень важно. И конечно роль взрослого, он обучает взрослого. И здесь общение со взрослым вступает совсем в новую фазу. Это как говорила Майя Ивановна Лисина деловое сотрудничество. То есть сотрудничество, общение, сотрудничество по поводу деятельности, по поводу игрушек. Ну и само поведение, сами действия с предметами, они приобретают характер целенаправленности и произвольности. То есть действия с предметами конечно очень меняются в этом взрослого. Ну и конечно как всегда роль взрослого. Он показывает, он вызывает ребенка на подражание, он помогает ребенку добиться результата. Потому что далеко не все дети обладевают это. Если не обучать этому естественно, это и не сложится у него. Вот закончился первый год жизни ребенка и вы понимаете какой он насыщенный. Он еще понимает, он начинает, мы уже руководим их поведением понимает уже слова, можно, нельзя, если мы их не используем по любому поводу, чуть что, если нам неудобно, мы говорим нельзя, а если действительно, когда это нельзя, мы говорим нельзя, это ребенку не нужно, это небезопасно для него и так далее. Ребенок усваивает эти слова и таким образом с помощью речи, не просто действия, мы уже можем воздействовать на ребенка, воспитывать его с помощью речи, что можно, что нельзя делать. Так, и первый год жизни. И так, в общем, первый год жизни мы с вами посмотрели и увидели, какие большие достижения у ребенка за этот год произошли. Он развивает эмоциональную сферу, у него появляется чувство защищенности, у него появляется развитие движений самых разнообразных, от почти неподвижности, от хаотичных движений к ходьбе. Он развивает мелкую моторику рук, что очень влияет на развитие речи ребенка, это очень важно. Он понимает речь, он произносит первые слова, то есть, видите, как много развития восприятия, на основе которого зарождается уже потом мышление у ребенка. Это очень важно. И здесь пропустить его и уйти только в уход, ничего не говоря ребенку, не развивая его, это значит задержать искусственное его развитие. Но теперь начинается второй год жизни. Второй год жизни. Ребенок взрослеет, и это его взросление прежде всего проявляется в увеличении работоспособности нервной системы, то есть он уже достаточно долго у нас бодрствует, и количество сна сократилось у нас, и достаточно долго бодрствует, и все это предъявляет нам особые требования. Организовывать его бодрствование таким образом, чтобы ребенок что-то приобретал, чтобы он развивался, то есть организовывать воспитание и обучение в процессе бодрствования. И ведущие движения, естественно, ходьба, она доставляет ему огромное удовольствие, ходьба, ведущий вид движения, самостоятельная ходьба, она вызывает положительные эмоции у ребенка, расширяет ориентировку, он куда угодно уже может побежать, побежать, потому что я не зря сказала побежать, потому что ходьба ребенка, первая самостоятельная ходьба, больше напоминает бег, ему очень трудно удержать еще центр тяжести, поэтому он наклоняется вперед и бежит, чтобы не упасть, ходить, как мы, еще он не может, шаркает ногами и так далее. Весь год это будет направлен на совершенствование ходьбы, но тем не менее он уже вырос, и как говорят про ребенка первого года жизни, прижми покрепче, второй год отпусти, все, уже мамины путы больше не нужны такие, он хочет быть самостоятельным. И естественно, самостоятельная ходьба требует свободное пространство, если говорить об учреждениях, ясли, детских садах, там, конечно, больше предоставляется этого свободного пространства, чем иногда у нас в семье, потому что мы боимся, куда пойдет, упадет, разобьется и так далее. Наличие специального оборудования тоже это у нас есть все в учреждениях. Ну, у нас горка, бревно, конечно, мы с вами не будем делать в семье, а вот различные машинки с каталками, различные игрушки, которые побуждают его к движению, он идет, а за ним катится машинка на веревочке, коляски, которые он впереди катает, игрушки, устроенные по принципу коляски, когда на деревянном стержне игрушка какая-то, и он идет, и вместе с его шагами бабочка раскрывает, закрывает крылья и так далее. То есть вот такое оборудование, оно еще нужно для ребенка, и поэтому в семье эти игрушки надо иметь. Я думаю, что, Татьяна Абрамовна, мы сейчас расскажем о главных двух направлениях в работе с ребенком второго года жизни, поскольку экономим время, но об этом не сказать нельзя. Во-первых, о том, как идет развитие речи ребенка в этом возрасте, оно идет очень активно, у него идет пассивная речь, то есть понимание слов, и активная речь, когда он старается говорить, произносит это. Первое полугодие это интенсивное развитие понимания речи, накопление активного словаря. Ну, конечно, еще много жестов, еще много лепета, еще много таких неясных слов, и появляется вот эта вот автономная речь у ребенка. во втором полугодии быстрое развитие активной речи, у него до 300 слов появляется у ребенка в это время, и тут появляются у него свои слова, слова короткие, облегченные слова, и на этот счет очень много разных точек зрения есть, как быть с этими словами, и в практике в жизни мы тоже видим, как мамы по-разному относятся к вот этим маленьким словам ребенка. С одной стороны, нужно ли или не нужно вообще их поддерживать, эти слова, нужно или не нужно, чтобы он их говорил, а с другой стороны, а как он говорит, а взрослый должен говорить или не должен говорить на его языке, на языке ребенка. И здесь разные позиции, есть такие очень противоположные позиции. конечно, важно, чтобы он говорил, пусть говорит, пусть говорит так, как он может. Например, слово телефон ребенок сказать не может, он его понимает, но произнести телефон он не может, для него это очень сложно. и он говорит, что тут общего, общее количество слогов, он уловил длительность слова, музыку этого слова уловил и произнес, создал свое слово, но должен ли взрослый говорить за ним, возьми тот тонн. И, конечно, мы стоим на позициях, то есть, что взрослый должен разговаривать на хорошем русском языке с ребенком и говорить все те слова, которые он произносит, ребенок по-своему, он должен говорить правильно. «Пойдем гулять», он говорит «гулять». Ребенок при этом говорит «пойдем труа» или что-нибудь еще кто как придумал себе. Но это очень влияет на развитие правильной речи потом у ребенка, когда он сразу слышит правильную речь. Но интонации можно смягчить что-то, сказать как-то ласково, так, чтобы это не звучало «ты говоришь неправильно». Он говорит правильно, он говорит по-своему «хорошо, пусть говорит». Главное, чтобы он побольше говорил. Вот это очень важный этот момент. Что-нибудь по речи вы хотите дополнить? Нет. А второе это о том, как должен себя вести взрослый человек в отношении ребенка на втором году жизни. Здесь очень важно вспомнить слова пистолотцы о том, что никогда не нужно делать за ребенка то, что он умеет делать сам. Если он умеет уже что-то делать сам, то пусть делает он это сам. И когда он был еще совсем маленький, когда он еще на первом году сидел на руках у мамы и просил «дай, дай, петушок там стоит, дай мне его». Что делает мама обычно? Берет петушок, берет этого петушка и дает ребенку, просит же ребенок, дает этого петушка. А как надо поступить по пистолотце? Нужно поднести ребенка к нему, потому что пройти он сам не может еще, он еще не умеет ходить. А вот взять, протянуть руку он может, вот пусть он сам протянет руку и своей рукой возьмет петушка. И тогда это будет самостоятельность и независимость, о которой говорят, о том, чтобы было такое свободное воспитание, вот оно в этом и будет проявляться, когда он будет самостоятельно эмансипироваться от взрослого человека. И это должно быть постоянно. Взрослый должен быть рядом, взрослый должен помогать, взрослый должен поддерживать, но в то же время давать ребенку свободу. И тогда уже в отношении ребенка второго года мы говорим о личностном развитии. Да, это совершенно точно личностный, формируется личность, и проявляется она в трех отношениях. эта личность в любом возрасте, в том числе и в раннем возрасте, тоже в трех видах отношений. Это прежде предметному миру, как меняется отношение к предметному миру, это инициативность, самостоятельность, целеустремленность, любознательность, привязанность, ревность, нежность, умиление. Все это к другим людям, конечно, меняется отношение к другим людям, взрослый партнер и помощник. Пример для подражания, то есть, обратите внимание, если раньше в основном был пример для подражания, то уже в личностном развитии взрослый партнер и помощник, то есть отношение к взрослому в этом возрасте уже меняется. И третий к самому себе. Психологи говорят, что отношение у ребенка к себе абсолютно положительное, но мы прекрасно знаем, что это зависит от того, как к нему относятся взрослые. Ребенок, у ребенка формируется отношение к себе, какое отношение у взрослых, по отношению взрослых. Если мама ему все время говорит неряха, плаксы и такой-сякой, то у ребенка будет формироваться такое представление. Поэтому, как важно внушать ребенку положительный образ себя, подмечать хорошее, что есть в ребенке. Ну, а что не очень нам нравится, мы виноваты, значит, что-то неправильно воспитали. Активность, уже активность в отношении с избирательным предпочтением в общении, в предметных действиях. То есть, это действительно уже маленькая личность. Хотя показатели все и такие же, как и у взрослого человека. И какие предпосылки развития личности даем? Ну, да, бегом даем, конечно. Предпосылки развития личности в этом возрасте. Предпосылки развития личности. Во-первых, это изменение мотивационной сферы. В этом возрасте, естественно, меняется мотивационная сфера. По-прежнему поведение импульсивно, потому что оно побуждается в основном чувствами, но уже правила, определенные правила ребенок усваивает. Что можно, что нельзя. И поэтому слова «надо», «нельзя», «можно» в арсенале воспитателей достаточно часто звучат. В каждой воспитательной ситуации по-своему они звучат. чувства главный мотив поведения. Поэтому взрослые должны заботиться о том, чтобы поддерживать ребенка в эмоционально положительном состоянии. Как только у ребенка наступают какие-то негативные чувства, то он оказывается не восприимчив ни к воспитанию, ни к обучению, ни к простому обращению даже к нему. Поэтому поддерживать это чувство ребенка и создавать эмоциональный комфорт, обеспечивать эмоциональное благополучие, это, конечно, задача взрослого человека и прежде всего семьи. Разнообразие чувств. Обратите внимание, такие разнообразные чувства и привязанность, и ревность, и нежность, и умиление. О ревности впервые Валерия Сергеевна Мухина написала, когда она вела запись за своими двумя близнецами Андрюшу и Кирюшу, и она написала, как она берет одного на руки, а другой его тянет, тянет, тянет и сердито тянет. Почему ты его взяла, а не меня взяла на руки? То есть и нежность, и умиление. Ну, конечно, вот эти вот и нежность, и умиление, мы их вызываем, вызываем художественными средствами, игрушка. Здесь уже и большое значение имеет и фольклор, и книга, которую мы рассматриваем с детьми и читаем, и рассказываем ему. Да, еще вот этих детей в этом возрасте называют жадинами, потому что... Ну, это сейчас, вот, мы сейчас к этому подходим, к этому подходим. Интерес в расположении к сверстникам. Потому что они очень направлены на предметы, на которые... Очень их себе присваивают, им очень дорогие эти предметы, и они с ними расстаться никак не могут. Да, да, к сожалению, да, интерес к... и расположение к сверстникам, интерес есть, с интересом смотрит, кто что делает. Но вот то, что сказала Светлана Акимовна, жадность на предметы, у него есть, а у меня нет, я у него отниму, это, к сожалению, очень часто бывает. И поэтому интерес к сверстнику ест, а положительные общения не получаются. Не могут понять друг друга, не могут объяснить свои действия, некординированные действия. Он хотел погладить подружку, а попал ей нечаянно в глаз, она заплакала. То есть, пока отношения со сверстниками характеризуются в основном интересом и расположением. Первые навыки самообслуживания. Они вырастают из предметной деятельности. Если мы раскрываем функции предметов, естественно, ребенок начинает их использовать и в самообслуживании. То есть, из предметной деятельности вырастают первые ростки предпосылок трудовой деятельности. И вот ознакомление с музыкой, формирование первых графических навыков, это и лепка. То есть, в этом возрасте все. Да. Ну вот, вы видите, что возраст тоже очень богатый, очень разнообразный, очень сложный возраст и тоже требует внимания взрослого. Тоже без внимания взрослого расти ребенок не будет. Но очень важный, очень интересный возраст третий, третий год жизни, когда ребенок уже, в общем-то, совершенно самостоятельная личность. Он уже бегает, он уже может по-разному двигаться, он уже может и под музыку двигаться хорошо, и без музыки двигаться хорошо может, и бегать, и играть в игры, в подвижные игры может, и с с образом даже игра может быть, и он ее берет. Он хорошо говорит, как правило, дети в три года уже умеют строить предложения, уже умеют выражать свои мысли как-то. Они задают вопросы, они спрашивают уже вопросы, конечно, еще по внешним признакам, что это такое, но, в общем-то, это происходит. Ну вот, если мы говорим, да, и у них важный еще момент, что к трем годам происходит второй кризис жизненный у человека, кризис трех лет. Это кризис самостоятельности, когда ребенок уже стал вот таким вот умеющим, владеющим собой, и ему хочется проявлять себя самостоятельной личностью, а взрослые ему это не всегда позволяют. Ну, он не всегда все может сделать сам, но главное, что взрослые задерживают. И вот на этом выстраивается конфликт между взрослым и ребенком, и кризис может проходить безболезненно, если взрослый предвидит это, и знает, почему себя ребенок так ведет, и не упрекает ребенка в том, что ты вот такой вот, ты вот, он всем и жалуется на ребенка, и ребенок это слышит, когда ему говорят, что он непослушный, что он не хочет там что-то делать, как я ему говорю, и это все, конечно, приводит к кризису, но, тем не менее, можно его пройти и более безболезненно, но нужен этот кризис, для развития ребенка нужен этот кризис, потому что он выходит из него самостоятельной личностью, а это новое образование. Ну, вот здесь возникает такой вот именно в этот период, здесь возникает такой обман, так сказать, у взрослых, им кажется, что дети все знают, уже они такие знающие, такие способные, все у них уже получается, ну, ладно, ничего, вот, то что же, значит, можно их обучать активно, как следует, есть такие родители, которые, ну, не обучают, не обучают и не обучают, а есть родители, которые очень активно хотят обучать ребенка, они обучают их чтению, допустим, они обучают их и каким-то даже, я не знаю, сложным там вещам музыки, начинают обучать играть на инструменте любого ребенка, после того, который сам, как Моцарт подошел и начал играть, любого ребенка, потому что маме хочется, чтобы ребенок играл как можно раньше, и все это происходит, так вот, я думаю, может быть, ничего страшного в этом нет, Татьяна Бравовна, в том, что мы будем учить в 3 года ребенка читать. Нет, у меня есть по этому поводу свое мнение, но я все-таки обращусь к авторитетам. Александр Владимирович Запорожец говорил, что вообще научить ребенка можно чему угодно, но только вопрос, нужно ли это, и с какими нервно-психическими затратами это связано. И самое главное, как будет этим продуктом, что он приобрел, он будет распоряжаться. Ну, научился он читать, предположим, в 3 года, да, он что, будет использовать чтение так, как это уже определено в человеческом обществе для приобретения культуры, или для того, чтобы поразить кого-то, прочитав вывеску на улице. А пока его учили читать, сколько ушло на это времени, и он, значит, не доиграл, а может быть, и не догулял, а может быть, и не доспал. То есть, это всегда в ущерб чему-то идет. Поэтому Александр Владимирович Запорожец, я полностью поддерживаю эту точку зрения, был против вот этой искусственной акселерации развития. И в противоположность этому он предлагал ампифиляцию, амплификацию развития, господи, амплификацию развития, то есть, обогащение развития, то есть, использовать разные виды деятельности, которые доступны в этом возрасте, специфические детские деятельности для того, чтобы развивать ребенка. Не просто читать ему сказку, а в это время развивать его представления о героях, о чем эта сказка, какие герои, развивать его речи и так далее. Не просто обеспечить его предметными, чтобы он с ними играл, а обучать его конструктивным умениям, к примеру, развитию речи, умению сравнивать эти предметы, объекты и так далее между собой. То есть, развитие, амплификация, обогащение, развитие требует, конечно, большого внимания взрослых. Это не просто обеспечил каким-то пособием, и он сидит, ребенок сто раз с этим занимается, потому что задача, конечно, работать с этим материалом, с любым игровым даже материалом, они все время усложняются. Поэтому я решительно против этого раннего обучения, но, естественно, для того, чтобы была эта амплификация развития, должна быть обогащенная предметно-пространственная среда. Далеко не в каждой в семье, даже если она обогащенная, эта среда, то есть купили очень много игрушек, как будто бы, но не все они соответствуют возрасту и способствуют развитию ребенка. Поэтому на это нужно, конечно, обращать внимание. Какие книги, какую музыку ребенок слушает, какие фольклорные произведения мы с ним уже в этом возрасте разучиваем с ним уже, многое, какие песенки будем петь. Все это, конечно, требует особого внимания. К сожалению, родители не всегда над этим задумываются. И в связи с этим возникает вопрос, а где воспитывать детей, давать образование детям этого возраста? Где? В семье, в общественном дошкольном учреждении. Вот современная реформа образования в Москве, она вытесняет детей этого возраста из системы образования. Просто вытесняет, потому что ясли как таковые закрываются. Что делать? Как быть? Мы же проходили разные этапы развития. Был такой период, когда после революции массовое развитие яслей для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей с одной стороны и вовлечь женщин в производство. Жизнь была очень трудная. В 1959 году ясли объединились с детскими садами именно с целью повышать образовательные функции ясельных групп. И это вполне себя оправдывало. Сегодня это снова вытесняется. Что остается родителям? Группа кратковременного пребывания? Да, если она хорошо работает, группа кратковременного пребывания. Но насколько мама подготовлена к тому, чтобы самой обеспечивать ребенку вот это полноценное образование? Насколько она подготовлена? Я думаю, поэтому нужно, чтобы была организована система консультативных пунктов, причем самых разнообразных, в самых разных учреждениях, в родильном доме, в ЗАГСе даже, до рождения ребенка, чтобы вот то, что мы говорили о пренатальном, где-то всюду, где возможно, чтобы мы могли организовать вот эти консультации, доступные родителям. конечно, нужны учреждения, потому что просто родители, не каждый родитель способен по всяким причинам не работать в течение трех лет. Значит, внимания к ребенку не будет таким, каким оно должно быть. И этим, наверное, должен заниматься ВУЗ, подготовка из таких консультантов, способных вести очень глубокие конкретные консультации. Ну вот, мы сегодня очень бегло рассказали об этом очень важном возрасте, и вы, наверное, почувствовали, что еще осталось очень много за нашими словами, еще очень много рекомендаций, которые и вообще особенностей, которые стоит поговорить о которых, раскрыть их и рассказать. Но все это должно иметь место в учебном процессе и должно иметь место вообще в среде родителей, будущих родителей, настоящих родителей. Мы вот тут принесли вам некоторые книги, ну, например, книга Уайта «Первые три года жизни», да, «Английский психолог», в которой он очень подробно, очень доступным языком рассказывает о том, что такое ребенок первых трех лет. это очень важно. Вот эта книга тоже перевод с английского «Развитие личности ребенка», в ней интересно даны отдельные эксперименты ученых с ребятами вот такими маленькими, но и потом постарше. Именно вот такие небольшие эксперименты, но очень говорящие эксперименты, говорящие об особенностях психики, об ее развитии, о том, как она формируется постепенно на материале экспериментов. Ну и кроме того, просто, может быть, можно назвать ученых, которые сейчас Татьяна Брамна их назовет, а я хочу порекомендовать книгу, программу «Счастливый ребенок», где здесь есть от двух до трех лет, правда, она сделана, но она там старше, но от двух до трех лет возраст детей, и здесь очень хорошо, на мой взгляд, написанная психологическая характеристика возраста от двух до трех лет, и она очень так понятна, доступна для того, чтобы кто хочет узнать, кто хочет прочесть, кто хочет как-то себя обогатить. Ну и в учебнике «Дошкольная педагогика» наша, Татьяна Абрамовна, мы тоже об этом говорим, «Ребенок как объект педагогики». Кроме того, те исследования на дочери. И современные исследователи, и очень интересная у них работа, это Галлигузова Людмила Николаевна, Софья Юрьевна Мещерякова, Печора Ксения Люцианова. Да, Люцианова. Вот, это наши, собственно, сегодня ведущие ученые, которые занимаются ранним возрастом. Очень интересные у них книги, и мы вам рекомендуем с ними познакомиться. Рекомендуем вам очень внимательно смотреть на этого ребенка, он очень богатое существо. Спасибо за внимание. За внимание. Вопросы есть, пожалуйста? Ой, сейчас на это все, на каком. Сейчас про книги, мы книги-то не скажем. Уважаемые коллеги, спасибо за лекцию, за то, как вы в согласии прочитали эту лекцию. Но вопрос мой такой. Если бы вы выражали противоположные точки зрения на проблему, то какие бы противоречия каждая из вас не просто защищала, а защищала яростно? Да. Ну, что ж, конечно, таких противоречий мы их пытались вам показывать, противоречия, и таких противоречий на каждом этапе очень много. Вот мы даже себе выделили эти противоречия, они у нас тут вот записаны. Но яростно защищать их, мы их защищаем яростно, и очень преданно к возрасту. Но просто между собой мы во многом согласны, потому что мы глубоко изучали этот возраст, и мы уже его знаем, так что нам в общем особо спорить тут не о чем. Но все-таки такие проблемы есть. И первая главная проблема – уход или развитие. Что для ребенка важнее? Важно и то, и другое. Нам нужно, чтобы и то, и другое было. Было. Нельзя подменять одно другим. И роль взрослого тоже очень проблематична. Как вести себя по отношению к ребенку. И в развитии речи тоже много противоречий. То есть противоречия здесь на каждом шагу. И просто если бы может быть было еще у нас побольше времени, мы могли бы спокойнее об этом говорить. Но противоречиво так же, как вся наша жизнь всегда противоречия. Представление о ребенке, к примеру, представление о ребенке лет 60 назад и сегодня. Совсем правильно. Они в корне меняются. Я тоже очень признательна. Спасибо. У меня, например, для меня стала важна, например, проблема интонационного развития через музыку. Я занимаюсь теорией Асафьева, но не по отношению к раннему возрасту, то есть интонационное развитие ребенка. Теперь, когда прослушала, подумала, что это действительно не имеет смысл, и такой замечательный музыковед Медушевский сказал, в интонации музыкальной спрятан живой человек. Вот почему для него так важно, то, что, Светлана Акимовна, вы подчеркнули. Мой вопрос такой. Понятие младший возраст, первое, младшее, второе, теперь не употребляется? Ну, если их нет, то не употребляется, если их нет в детском саду, то это не употребляется, но там, где сохранились еще пока, там употребляется. Там первая младшая группа с двух до трех, это только для учреждений, а для периодизации это все равно ранний возраст. Лучше брать ранний возраст. У меня маленькая такая ремарка. Моцарт очень рано действительно подошел к инструменту, но у него был совершенно гениальный отец-педагог, который сразу это заметил и начал очень правильное обучение, обучение, которое было связано с развитием, это очень интересная проблема. И это очень соответствует тому, что мы говорили, роль взрослого очень велика. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо за внимание.